Мы продолжаем сегодняшнюю тему работы и энергия. И давайте рассмотрим задачу, в которой происходит совдарение двух шаров. Совдарение, пускай, будет абсолютно упругим, но совдарение шаров, в отличие от предыдущей задачи, будет не центральным. Имеется шар массы m1, движущийся со скоростью v0. Он налетает на второй шар массы m2. И считаем, что масса m2, то есть шарик второй, покоится. После совдарения шары будут разлетаться со скоростями v2 и v1. v2 и v1. И будем считать, что радиусы шаров известны. Это r1 и r2. А шарик первый налетает на шарик второй. Таким образом, что расстояние между линией полёта первого шарика и центром второго шарика будет равно h. h. Величина h называется прицельным параметром шаров. Присовдарение шаров. Итак, даны v с ноликом, m1, m2, радиусы и высота. Требуется определить, под какими углами альфа и бета будут разлетаться шары, а также, какими будут скорости v1 и v2. То есть надо найти альфа, бета, v1, v2. Для того, чтобы описать эту систему, да, ещё предполагается, что удар абсолютно упругий. То есть шары разлетаются таким образом, что никакая часть энергии не переходит в тепловую. Абсолютно упругий удар. Для описания этой системы и этого взаимодействия запишем закон о сохранении импульса и энергии. Закон о сохранении импульса будет иметь следующий вид. v с ноликом, это импульс первого шара до взаимодействия. Он равен импульсу первого шара после взаимодействия, плюс импульс второго шара после взаимодействия. Начальный импульс второго шара был равен нулю, соответственно, мы его сюда не записываем. Теперь нужно записать закон о сохранении энергии. В законе о сохранении энергии имеет смысл выписать энергию через импульс. Если энергия кинетическая, E кинетическая, равно mv квадрат на 2, то другим способом её можно представить через импульс, как p квадрат на 2m. Учитывая, что p равно массе на скорость. p равно m на v. Итак, запишем закон о сохранении энергии через импульс. Это будет p0 квадрат на 2m1 равно p1 квадрат на 2m1 плюс p2 квадрат делить на 2m2. Ну и двойки сразу же можно сократить. Давайте определимся с вопросом, сколько здесь уравнений у нас. Уравнение для импульса представляет собой векторное уравнение. Его можно спроектировать на две оси, скажем, условно, x и y. И, соответственно, в проекциях на оси x и y оно нам даст из одного уравнения 2. Два уравнения. Третье уравнение – закон о сохранении энергии. Однако неизвестных у нас 4 штуки. Альфа, бета, v1 и v2. Значит, нам необходимо получить ещё одно уравнение. Это уравнение можно быть найдено, например, для угла альфа. Если рассмотреть треугольник, образованный радиусами шаров и прицельным параметром h, то вот в этом треугольнике альфа – вот этот угол при нижней вершине. Соответственно, последнее уравнение, которое нам необходимо для того, чтобы описать систему, будет таким. Синус альфа – это отношение h делить на r1 плюс r2 на сумму радиусов. Тем самым синус угла альфа у нас найден, ну и альфа мы таким образом нашли, как арксинус от вот этой величины. Остаётся найти параметр, связанный с углом бета, какую-то функцию тригонометрического угла бета, ну и две скорости. Ну и это вполне достижимо, поскольку у нас вот здесь записаны три уравнения. Давайте заметим, что здесь во втором уравнении уравнение скалярное относительно квадратов. Получим квадраты из первого уравнения. Возведём первое уравнение в квадрат. Квадрат левой части, p0 квадрат, квадрат вектора и квадрат модуля вектора совпадают, будет равен p1 квадрат плюс p2 квадрат и плюс, здесь удвоенное произведение первого на второе, 2, но мы должны написать это в векторах, 2p1 умножить на p2. Здесь стоит скалярное произведение двух векторов, а скалярное произведение двух векторов раскрывается как произведение их модулей на косинус угла между ними. То есть вот здесь вот мы получим, что это равно p1 квадрат плюс p2 квадрат плюс 2p1p2 на косинус угла между p1 и p2. А угол между p1 и p2 это альфа плюс бета. Так, у меня немножко не влезло. Сюда напишем альфа плюс бета. Да, придется тогда бороться с альфа плюс бета. Нет, немножко неудобно. Перепишем немножко иначе это уравнение. Хочется получить здесь косинус бета, потому что мы угол альфа знаем. А чтобы получить угол бета, запишем это уравнение чуть-чуть в иной форме. Сначала, да, я это дело сотру. Сотру. Перенесем p2 в левую часть. Получим p0 минус p2 равно p1. И уже вот это уравнение давайте возведем в квадрат. Получится p0 квадрат плюс p2 квадрат минус минус удвоенное произведение первого на второе. 2p0 на p2 и это равно p1 в квадрате. Ну опять квадрат вектора совпадает с квадратом его модуля. Отсюда будет p0 квадрат плюс p2 квадрат минус 2p0 p2 на косинус угла между ними. косинус угла между p0 и p2 это косинус угла бета. Косинус угла бета. Возвели в квадрат левую часть и теперь в правой части получим p1 в квадрате. Таким образом с помощью вот такого простого преобразования переноса в левую часть мы получили уравнение, которое будет содержать косинус бета. Ну а также квадраты p0, p2 и p1. Подставим вот это вот p1 в уравнении для энергии и тогда будем иметь p0 квадрат делить на m1 равно вместо p1 пишем вот это выражение это p0 квадрат плюс p2 квадрат плюс p2 квадрат минус 2p0 p2 косинус бета делить на m1 плюс p2 квадрат делить на m2. p2 квадрат если мы по члену разделим это выражение на m1 p0 квадрат делить на m1 это первый член он взаимно уничтожится с левой части уравнения ну а в правой части уравнения у нас останется p2 квадрат делить на m1 p2 квадрат делить на m1 плюс еще p2 квадрат делить на m2 минус 2p0 p2 косинус бета делить на m1 и это равно первое уравнение значит здесь p2 можно вынести за скобку и у нас останется останется следующее после вынесения за скобку мы получим p2 единица на m1 плюс единица на m2 равно 2p0 косинус бета делить на m1 2p0 косинус бета делить на m1 и поскольку мы p2 вынесли за скобку и его благополучно сократили то можно написать что второе решение у нас будет p2 равное нулю первое решение это p2 удовлетворяющий вот этому уравнению второе решение p2 равно нулю случай когда p2 равен нулю соответствует состоянию доса ударения когда налетает первый шарик а второй шарик еще покоится то есть p2 равен нулю это состояние доса ударения нас оно в общем-то не интересует мы и так о нем все знаем а вот второе уравнение дает нам возможность выразить импульс второй через косинус угла бета давайте это перепишем у меня хватит места наверное где-нибудь вот здесь будет p2 p2 равно здесь можно привести к общему знаменателю и тогда немножко уравнение упростится m1 m2 будет в знаменателе с m1 можно будет сократить m2 пойдет наверх а m1 плюс m2 вниз будет 2p0 косинус бета делить на да еще умножить на m на m2 делить на m1 плюс m2 тем самым мы выразили импульс p2 через импульс p0 и косинус угла бета правда косинус угла бета мы не знаем пока что теперь посмотрим что можно было бы сделать еще когда мы делали такое преобразование мы в левую сторону в левую часть перенесли импульс p2 если бы мы p2 импульс оставили бы с правой стороны уравнения а p1 перенесли бы в левую сторону здесь было бы все то же самое только индексы 1 и 2 поменялись бы местами в следующем уравнении точно так же индексы 1 и 2 поменялись бы местами и косинус бета заменился бы на косинус угла альфа потому что угол был бы между сейчас кстати а почему я пишу здесь косинус бета здесь нужен был бы угол между p0 и p2 p0 и p2 здесь должен был бы быть косинус угла альфа алифа пур альфы 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 альфа Да. Но тем самым, да, тогда мне не нужно никаких больших преобразований. С учетом исправления этой ошибки, мы получаем, что P2 выражены через все известные нам величины. Альфа определяется из уравнения для синуса. P0, M2, M1 нам известны. Итак, P2 мы в итоге знаем. P2 мы в итоге знаем. Но и осталось определить P1. Для нахождения P1 удобнее, наверное, воспользоваться законом сохранения энергии. Вот этим вот законом. Перенеся в нем P2 квадратное M2 в левую сторону, получим следующее. П1. 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 П1 квадрат равно M1 умножить на P0 квадрат делить на M1 минус P2 квадрат деленное на M2. П2. 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 П1. 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 П2. П1. П1. П2. И еще делить на М2. М2 можно сократить. П0 квадрат можно вынести за знак, за скобку. М1 напротив можно внести внутрь скобки. П0 квадрат на единицу минус 4 М1, М2 косинус квадрат альфа делить на М1 плюс М2 в квадрате. Ну и косинус квадрат альфа можно элементарно выразить через синус альфа. Это единица минус синус квадрат альфа. Итак, P1 это корень квадратный. Это P0 корень квадратный из единицы минус 4 М1, М2 на единицу минус синус квадрат альфа делить на М1 плюс М2 в квадрате. Где синус квадрат альфа и синус альфа определяются, исходя из вот этого выражения. Таким образом мы нашли импульсы P1, P2. Поскольку мы нашли импульсы P1 и P2, мы будем знать скорости V1 и V2. И все, что нам осталось найти, это угол бета. Давайте найдем угол бета. Чтобы найти угол бета, проще всего спроектировать выражение для законосохранения импульса на ось Y. Проектирование на ось Y даст нам следующее. П1 синус бета равен P2 синус альфа. И отсюда синус бета будет равен P2 синус альфа деленный на P1. Последнее соотношение, которое нам дает уже последнюю неизвестную величину. Ну и в завершение, поскольку мы знаем P1 и P2, мы можем написать, что скорость V1 это P1 делить на M1 и V2 это P2 на N2. Таким образом мы получили полное решение нашей поставленной задачи. Да, кстати сказать, P0, V0 это P0 делить на M1. Поэтому вот это выражение просто перепишется нам в выражение для скоростей. А в этом выражении деля на M2 мы получим просто скорость второго тела и скорого. Продолжение следует...